Всем огромный привет! Меня зовут Карина. У нас сегодня парфюмерное видео и новые ароматы, которые появились у меня в месяце января. Будет 5 ароматов для тела, 2 аромата для дома. Если вам эта тема интересна, лайк, подписка, колокольчик, комментарий, поделиться видео в соцсетях. А я желаю вам приятного просмотра. И мы начинаем. Обычно мы всегда начинаем с парфюмерии для тела, но давайте сегодня нарушим традиции и начнем с парфюмерии для дома. И первое, что я вам покажу, это, конечно, предмет отдельной гордости, потому что я знаю создателей. И вообще это российский бренд, это бренд Fokashima. Я думаю, что многие из вас слышали о нем в прошлом году, когда он набрал свою популярность. Изначально бренд люксовой оптики. Достаточно популярный за пределами нашей страны, но, как всегда, в России на свое смотрят с большей претензией, чем на чье-то другое. В общем, короче, марка достаточно популярна за пределами России, в том числе и знаменитости, в том числе и та же самая. Тильда Свинтон носит очки Fokashima. А вот за время карантина в бренде, благодаря, собственно, творческому союзу как раз-таки Константина Шиляева, создателя марки и парфюмера Ярослава Симонова, у бренда появилось парфюмерное направление. Существует на данный момент два аромата для тела в разных концентрациях. Вот готовится третий. И появились спреи для дома. У меня тот, который называется Patisserie Secret, если я вообще правильно это читаю. Здесь огромный флакон 200 миллилитров, и это пахнет лимонным тартом с пышной такой белковой меренгой, с тоненьким слоем шоколада, который нанесли на корж под тарт, то есть такая дополнительная прослойка. Насколько я правильно запомнила, у аромата есть вполне конкретный референс. Это тарт из братьев Караваевых, вот эта корзиночка. Это очень классно пахнет. Это пахнет ванилью, это пахнет лимонным кремом, это пахнет тестом, немножечко-немножечко шоколадом. Очень хорошо, очень приятно. При этом это не гиперсладко для меня, по крайней мере. И создает в доме такое очень приятное какое-то по-зимнему уютное настроение. Еще один парфюмер. И, а кстати, да, разогналась, не сказала. У меня вот до конца января, но я попрошу, чтобы его продлили, действует промо-код на сайт Fakashima Parfums, который дает 15% вообще на все, что есть на сайте. На парфюм, на прекрасную армянскую бумагу, которую они тоже выпустили. Это тоже очень классная интерьерная штука. У меня она есть. Я ее себе купила. И, собственно, на спрей для дома. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Скидка действительно хорошая. Если вы живете не в России, то просто связывайтесь с ребятами или через Инстаграм, или по обратной связи. Я думаю, что они с удовольствием его отправят и в другие страны. Но просто на данный момент, вот непосредственно на сайте, у них доставка обозначена только по России. Ну, я думаю, что вполне можно на этот счет договориться. Прямо перед Новым годом гуляла я по цветному. Спустилась на цокольный этаж, потому что мне нужно было купить для лампы Бирже новый фитиль. Потому что у меня горелка выгорела, ну, фитиль выгорел полностью. И, соответственно, нужно было его сменить. И пока я ждала, когда мне ищут, собственно, этот самый фитиль, я унюхала, увидела там у них рождественскую коллекцию парфюмов для дома. Хотя я могу сказать, что я вполне успешно ношу это и на теле. Аромат под названием Black Currant Cherry от бренда Esteban. Здесь у нас сколько? 50, наверное, миллилитров. Заклеено, к сожалению. Да, 50 миллилитров. Обошелся он мне меньше 2000. Пахнет он вишней и смородиной. Больше вишней. Вишня прям очень явная, знаете, такие прям спелые-спелые-спелые ягоды. Смородина дает просто такой легкий оттенок дополнительный. Классная штука. Ношу и на теле, если под настроение. Ну, собственно, и вот это я тоже ношу на теле под настроение. Потому что ничего страшного. Если мы можем это вдыхать, значит, мы можем нанести это и на кожу. Это, собственно, тоже с удовольствием и так, и так использую. Поэтому, если хочется, чтобы в доме пахло вишенкой, знаете, обратите внимание, по-моему, они там еще у них стоят, насколько я видела по инстаграму, собственно, бренда. А теперь перейдем сразу к духам. Первое, что я вам показываю, это вот сбывшаяся мечта. Это подарок от, собственно, компании Estee Lauder на Новый год. Солейниш. Я так сильно его хотела. Я так о нем мечтала. Я несколько лет, вот, знаете, просто двигала этот аромат по виш-листу, потому что на Tom Ford очень редко бывают скидки. А вот аромат, который пахнет, по идее, не ролит цитрусами, какими-то мягкими мускусами. Но это настолько красиво, это настолько филигранно сделано, что иного описания, кроме как запах благополучной жизни, я не могу придумать. Потому что это аромат про бытия, не казаться. Это аромат про... В нем нет, знаете, стандартных таких клише парфюма, который маркируют, как дорого пахнет. То есть он не дает какого-то там 300-километрового шлейфа. Он не... Вот в нем нет этого штабелина, хмурина, шлейфина и всего остального. Но при этом он пахнет настолько роскошно. Вот знаете, всегда здесь чувствуется разница между людьми, которые сами всего добились, и они такое первое поколение успешных людей, и между людьми, которые в этом выросли. Такая природная аристократия, если угодно. И вот этот аромат, он очень хорошо подходит к этой самой природной аристократии. Он не пытается ничего вам доказать о том, что он идеален. Он просто идеален вот сам по себе. Он очень органичен в этом своем состоянии. Его... Я знаю, что консультанты продают его как аромат просто куршавеля, где вот миллионеры у вас за окном катаются с горы. Не знаю ничего насчет куршавеля, но это очень красиво. Это невероятно элегантно сделано. И я безумно благодарна за эту тридцаточку, хотя я уже на нее смотрю с ужасом и думаю, блин, а вдруг закончится. Хотя, конечно, разумом понимаю, что нет. Восстановила историческую справедливость, потому что у меня этот аромат был. Это один из моих любимых парфюмов. Я его закончила. Я закончила еще один флакон. Потом я себе купила очень большое ведро и что-то там с кем-то делилось. И, короче, меня раздражал этот очень большой флакон, который стоял, занимал кучу места, потому что в нем внутри было немного духов. И тут я нашла по хорошей цене маленький флакончик Рончада Капри. Мой любимый апельсин. Мой самый любимый апельсин. Я люблю его больше, чем Дегарат Концентре. Здесь апельсины, мандарины, немножко травочек каких-то. И такой интересный какой-то дымок в базе, который присутствует, который делает аромат несколько непохожим на все остальные цитрусовые ароматы, которые я знаю, на все остальные ароматы на тему апельсинов. Вот это идеальный объем, идеальный формат. По-моему, на мой... Да, на Мейкапсторе я его взяла за, по-моему, 2600... 2700... Меньше 3000, одним словом. Если там есть, я оставлю ссылку обязательно. Еще добралась я до бренда, тоже был подарок от марки, тоже новогодний, до бренда HFC. Я как-то так к Бенду неоднозначно относилась всегда, в том числе потому, что на меня в самом начале, когда он только встал в магазин, цикнули консультанты в Гуми и Запрети... Или в ЦУМе, не помню, что типа у нас здесь нельзя фотографировать. Я как-то так от него... Вот. Но потом, собственно, и попробовала, да, и все такое, и один аромат мне, в общем-то, понравился. Не с первого раза, когда я его в первый раз попробовала, я пришла в магазин вскоре после того, как переболела ковидом, и я что-то как-то не поняла его. Что он мне показался бредненьким, неярко выраженным, слабеньким. Потом, собственно, все уши мне о нем пропела Даша. И после этого я пошла его снова пробовать. И вот со второго захода он мне зашел. И, собственно, когда у меня спросили, что ты хочешь, я сказала его. Он называется Wrap Me in Dreams. Это аромат про вишню. Здесь вишня с амаретто, с алкоголем, с какими-то такими прям алкогольными... Вы знаете, это пахнет как будто бы не коктейль, а скорее вишня, которую... Сироп вишневый, который смешали с ромом. И это какой-то такой вот хитро-замудренный коктейль. Может быть, даже с какими-то там еще миндальными эссенциями. Все вишневые парфюмы сейчас, которые существуют, сравнивают с Lost Cherry. Но это не попытка скопировать Lost Cherry. Он по-другому пахнет. Он более алкогольный, как я уже сказала. Такой более пьяненький. Миндаля здесь меньше. Скорее миндаль уходит вот в сторону амаретто. Интересная штучка. Что приятно, у марки есть тревелы. Поэтому можно пробовать, можно знакомиться. Конечно, вот насчет этих флаконов, знаете, у всех ведутся споры. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне норм. Не скажу, что прям вот умереть не встать. Но мне заходит вполне эта эстетика. Если вам нет, то, как я уже сказала, тревелы присутствуют. Собственно, вторым у меня в этой посылке лежал тревел аромата Shade of Chocolate. Это шоколадное прочтение по чуре через шоколад. Особо пока ничего не могу о нем сказать, потому что носила всего один раз. Но это именно пудровые шоколадные пачули. Больше попытка передать запах горького шоколада. Мне такие попытки нравятся всегда больше, чем нежели попытки передать шоколад молочный. Потому что как в самом молочном шоколаде значительно больше сахара, чем в горьком, так и в запахах молочного шоколада всегда овердос сладости. А вот когда пытаются передать горький шоколад, я к этому гораздо более лояльна. Это достаточно удачная попытка. Но поскольку я свой самый любимый шоколад уже нашла, это эльфнуар от Леконт, то все остальные я автоматически буду сравнивать с ним. Эльфнуар мне в итоге нравится больше. Но это очень хороший зачет. И последнее. Я решила, что... Короче, Фредерик Маль меняет название аромата Unrose на Rose Tenera. Там целое видео выпущено по этому поводу. И все-все такое. То есть теперь это будет грозовая роза. Маля понесло, знаете, по... У него там и Ангелика после дождя, да, и грозовой лес. И вот теперь какая-то громовая эта роза. Я решила на всякий случай, пока эту грозовую розу к нам не привезли, все-таки купить себе Unrose. И я взяла десятку, и я взяла фирменный кофр к ней. Потому что... Не потому что я прям так переживаю, что она разобьется, и я не собираюсь ее каждый день с собой носить. Но тем не менее, мне кажется, что я заслужила себе фирменный кофр Маля. И десяточку Unrose – это роза с вином. Одна из самых красивых парфюмерных роз вообще, которые только есть. Если вам хочется вот именно красную, одну красную розу. Знаете, вот ничего нет печальной в качестве пакета цветов, чем роза в целлофановом пакете. Но вот здесь без целлофанового пакета просто длинноногая голландская красавица с острыми шипами и таким вот винным шифтом на прощание. Вот как-то так. Такие были новые ароматы. Напоминаю, что ссылки на все ароматы, которые можно купить, я стараюсь оставлять внизу в описании. Переходите, пожалуйста, по ним. Пользуйтесь. Это самый простой способ выразить мне благодарность. После нажатия лайка и написания комментария, если вы будете покупать что-то, пользуясь именно моими ссылками, а не какими-то другими. Что еще? Напоминаю, промокод на Факашима. Промокод на сайт Гипноз пока временно приостановлен, но там идет сейчас очень неплохая распродажа Амуаш. Собственно, поэтому промокод приостановили, потому что на Амуаш большие скидки. Поэтому, как только промокод на Гипноз, где как раз таки можно приобрести в том числе и вот эту вишенку, он вернется обязательно. Такие дела. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Пишите, пожалуйста, комментарии. Спасибо всем вам. Отдельное спасибо, конечно же, спонсорам канала, особенно спонсорам уровня эксперт, лучшие люди на земле. Если вы тоже хотите примкнуть к их числу и поддержать мой канал, то ссылка есть всегда в описании. А я буду с вами прощаться. Увидимся в следующих видео очень-очень скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok